господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 329 события дня иакова 4 глава 4 стих прелюбодей и прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу за 5 ноября 16 года я одно время вел занятия в разных университетах в пяти и в одном техническом университете там 21 тысяча студентов я начинал всегда занятия с пение всей аудитории или бывает было занятие даже в актовом зале большой огромный приспособлены в алтайском государственном университете здесь начинаем пением молитвы царю небесный утешителю души истины и живи здесь и и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю прийди и вселись овны и очистены от всяких скверных спаси блажей души наши это молитва царю небесный вот молитва иисусу отцу небесному отче наш сущий на небесах христу господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешному духу святого вот это царю небесный утешитель параклет ну вступительное слово у нас пара часов два часа всегда два раза в неделю вторник пятницу это в среднем 20 25 минут вступительное слово я его посвящал объяснению этой молитвы царю небесным после оказалось что я сказал 60 проповедей на объяснение этой молитвы и она нигде не опубликовано это но один человек все время сидел на первой скамейке перед кафедрой и записывал у нас свободно всегда было порядок один что если что то есть вопрос на бумажке и послать как правило мы ставили вдвоем за кафедрой игорь дебунов читает по блаженному профилакту это пятилетняя программа была а потом снова начинаем считает и объясняю растолковую и когда вопрос в конце начинаю объяснять вопросы бывает много вопросов меньше все это описано в наших книгах и вот царю небесную прочитаю считают молитвы и всегда перед началом утренних молитв и вечерних везде в церкви это называется три святое богородица и очень наши вот это вот и поэтому мы когда молимся семикратно в день это вот это считаем три святое и 100 поклонов это один раз и вот так три святое 100 поклонов второй раз это в среднем 3 7 минут нужно с не менее семи раз в день желательно вот я на пенсии тут это могу 7 раз и 18 раз в день стать на молитву настроение абсолютно другое души бог все это открывает показывает хотел тут сегодня маленько показать дружба с миром есть вражда против бога вчера мне тут наш брат подается вот такой евангелие я не понял чего там нарисовано это горнолыжник что-то и кто-то его поддерживает сверху рука видно что он рискует собой стремись выше заголовок а дальше евангелие фиан он спрашивает может это раздавать я не бы не видел такого издания я не вижу чем более оказывается лига карманного евангелия и тут какой у них фейсбук ну и далее вы хотите узнать больше о себе сканируйте расположены ниже код с помощью вашего мобильного устройства или посетитель какой-то ну и добавил он говорит тут евангелие но она в новом переводе в каком-то я категорически против я читал их всех ни одного положительного не нашел сравнение с синодальным переводом она не то что слабее а неверное слабые перевозчики не знаете какой целью им дают но сегодня вот встал утром и про все это просмотрел и тут под заголовки прямая речь как посмотрел они не пишут что синодального но синодального я не нашел ни одного места который не стена дальнего и краткое тут содержание хорошее наши идут на благовестия можно нет раздавать почему же не раздавать я сказал придержите пока я посмотрю можем написать они пришлют но у нас было другое евангелие от иоанна бывал евангелие от иоанна спасанием к римлянам мы только в окрестностях раздали более 30 тысяч тысяч каждое воскресенье ходили по домам поселом ехали алтайский край охватывали так что советую тут можно другой картинкой заказать они говорят где-то хорошо что я ничего вчера ему не ответил чтобы сам себе путь перекрыл я всегда отвечаю что я не молился я помолился об этом потом открыл стал считать и хорошие евангелие карманная девочка одна когда-то где-то 1893 кажется году пришлите карман карманов то нету и в кармане носите да несколько чтоб другим при встрече дать и вот образовалась лига кто-то поддержал девочки обыкновенная смотрите сколько из этого происходит плененная девочка и она подвигла своего господина у которого была в плену неймана разговаривала с женой его жена ему сказала прокаженной и наконец он является и теперь даже в пример вошел господь нас много было прокаженных а почему исцелился то один видите как бывает совсем незначительное дело небольшой камушек как у давидов сегодня и победил голиафа так здесь вот как будто небольшой стих якова 44 но он броски такой в глаза и бьет прямо бьет уже интересно я не знаю нигде не считал про это какой стих послание якого так разгневал мартина лютера он его просто выбросил признал что но не от бога ну как не от бога одно предложение только но слава богу что нигде это не было привито я не против лютера говорю а против того что ни одна строчка не исчезнет ни одна буква ни одна йота ни одна черта вот тут целое послание раз протест протестанты натворили делов то вот прелюбодеи и прелюбодеица это все не никак духовная проституция это обращение прослесательный знак прямо видит посту перед собой не знаете ли вы прелюбодеи блудилище собрала здесь храм христа спасителя блудилище которые назвали во имя христа спасителя вот как бы он назвал может быть почему потому что какие там надписи ограбили народ а теперь деньги они дали богу это не нужно у сирота удопа отняли все равно что задушающие сайт приносящим жертву свиную кровь приносите вот как пророк говорит не знаете ли да не знают не знает а если слышат то не принимают причем против бога будут вражда врагом богу чего угородите дружба с миром а теперь разбери что в этом мире что отвлекает от бога что уводит от бога от познания господа нашего иисуса христа и ты увидишь самого начала везде самое простое не брейтесь это мир сделал мир верующий что христос совершенный человек с большой буквы он брился но это когда-то было вчера сегодня во веки тоже человек сотворена один раз то есть лукавые изменения да не уклонится говорит не уклони не дай мне уклониться для изменения дел греховных давид говорит 140 псалом зачем это делать все проникнуто миром масонство везде я сколько раз говорил кто-то где-то и в москве бывает но осипову скажите 80 лет все еще бреется масонская удавка на шее надета уберите это застегнитесь а то ничего пуговка не значит значит недавно я прочитал этот этикет какое правило где-то если на костюме там две пуговицы одна должна быть расстегнута нижняя если 3 2 могут быть застегнута ниже не может быть застегнута зачем она нужна этикет а этикета значит ты наш я бы впервые увидел этого хрущева это нам кажется еще не ничего не значит свастика или звезда да из одного мешка но все-таки мы различие делаем звезда пятиконечная зачем шестиконечные вдруг придумали а почему церкви звезда у православных восьми конечно ничего не значит все значит и значит и немало кто хочет быть другом миру хочет это желание быть другом понравится ну кто бы знал что кривляки какие-то артисты актеры и они будут учи почитаемые такие люди почитаемые знатная талантливая ну таланты действительно и там нужны вот я пришел вести гнеп или миронов евгений все тут говорить вот веществах тихонов олег пинковский как он это фамилия правильно назвал наверно это талантливые но но не то что они важнее земледельца кто пшеницу выращивает того кто животноводством занимается кто молоком снабжает но сделали так что элита звезды звезды они львица светская такая на букву б только назвать называть их жириновский говорит владимир вольфович львица то есть чем больше она гниль свою распространила заразила людей не люби мира не того что в мире и уже будет по-другому у меня знакомый те времена перестройка началась учета пришел где-то просил а видимо начальник получил материал хороший какой-то поговорил он говорит хочешь покажу и достает из стола и показывает порнография там как карты женщины раздетая там совокупляются и прочее аж дрожит сидит а этот брат наши говорит а зачем вы это показываете это развращает людей это нехорошо и он убрал убрал а потом другим стал говорить вот напоролся на какого борода ты-то смотри смотреть даже не стал а я деньги такие платил ну маленько как то не любите мир я прохожу порнографии торгует киос прямо около вокзала барнауле ягра почему торгуете а что свобода еще нету мерзость пока пакость просто ну а кто люди проходят толпа туда-сюда нет я гадоку брать надо будет да вы что мне указываете начальник вокзала я сказал он знает и проще надо же так я сел написал и кажется отнес даже у краевое управление милиции и позвонил помню фризом был там петр заместитель теперь он вице кажется мэр города барнаула утром пошел посмотреть папа шли не специально мимо захожу что-то не понял киоска где-то нету счетки вас я подошел продавал игорь вчера что было ту тут милиция понаехала кран пришел это у нас сваренная железо было подняли ну как гаража виде у него сделано было все убрали ничего нельзя сделать еще не делали всего ничего одно письмо и смотри какой был результат а потом с этим человеком еще встретимся которые милиции работают надо не проходи мимо такой стенд был когда-то в милиции вот это когда ты видишь что в душе у тебя тяга к миру не проходи мимо объяви позвони господу богу скажет как еремея 33 и 3 3 стих 33 глава это телефон божий еремея 33 и 3 набирайте этот номер и созвонитесь я не хочу быть врагом божиим вот я считал читал не видел сам где-то где-то в каком-то месте у них там служение когда идет люди это не такие богатые но один какой-то день в месяц и день огненного служения а что а чтоб все проверяли что накопилось ненужное там ну разное нехорошее то волосы ты сжигают чтобы никому не попадала горят костры я не знаю только в каком периоде времени через месяц там или через неделю но так огненное служение но так надо маленько посмотреть что мы любим что любит этот мир к чему он стремится вот сейчас эта мерзость пошла скрывать все есть возможность скрыться и пакости делать вот ник аватар слова-то какие и вот что попало там ставят вместо себя у меня друзья если ну друзья какие интернетные друзья в моем мире там 4600 до 4000 это много было более 10 тысяч пробил ревизию остальных выкинул вместо себя там машину храм ставит или что-то но как мирские люди делают они такие дружба с миром и в этом заключается а другие иногда меняют был нормальная фотография поставить что-то я тоже выкидывали наденет темные очки глаз не видать тоже выбрасываю а зачем это человек что-то прячется или когда беседуем по скайпу я всегда спрашиваю вы не против что она все записывается в интернет выставляется но я не хотел я сразу выключаю даже не доказываем зачем время тратить почему боится ты чего ты боишься собственных слов своих так не говорил бы их просто убираю и на этом а потом мне нашелся человек разумный говорит от эти двое то вас санкт-петербурга вы ничего не поняли я говорю нет да это гомосексуалисты геи называют его садами ты да и я не хочу что публиковались а то бывает женщина какая-то а я не хочу чтобы видели меня тут это и проще так молодая белая просится там кошка в подпол смотри толкни туда возьми зашиворот вот вражда против бога бога я просто поясняю но об этом же написано в первом иоанне 2 15 не любите мира не любите ой как любит детей приучает маленькие еще давайте щекнемся бутылочку стаканчик нальют на день рождения там ну не любите мир и не того что в мире но неплохо же это сказано то а если так кто любит мир в том нет любви очи это первая заповедь нарушается люби очи люби бога отца небесного хреста троицу все что в мире похоть плоти похоть очей гордость житейской есть от отца святого дальше считайте и дальше посмотрите вот этот ролик советую всем ушедшим из православной церкви это набрано поставки контур здесь контур и нажмите курсором и туда сразу вылетите на этот сайт на этот видеоролик вот это я ребятам пишу потеряевку малыш роман из москвы приехали выехал вчера вечером потеряевку с товарищем на машине которую он тут же уже приобрел приехал и ночью а пошел днем уже приобрел легковую машину подержанную для себя двумя ведущими доехать решили не на ребрихе там переночевать а утром уже пробивается потеряевку я был категорически против этой поездки лучше подождать до понедельника если не будет пурги почему потому что снег а под снегом это как перина какая и там может быть няша няша называется грязь 1 и машина застрянет это первую очередь дальше ехать ночью это вообще за него дороги не видно а то по степи много-много поворотов развилок а ездил только один раз но и там как бы князинка и оттуда телефон не берет понимаете сколько причин застрянете зима все таки вот я никак не хотел его но они поехали поехали не знаю там протащили их или как-то если он приедет то с ним всего товарищем нам перешите сюда тыквы наши и что там есть картошка мелкая мы себе оставляем вот такая в ноготок то остальное на суп пойдет а эту варим чистим а потом подсушиваем на плите и и едим на саманном называется домик такой был этот пардок уговорите забрать как можно больше и нам привезти закрыли соломой подвал вход и отдушину плотно нужно закрыть и какие заботы считать голубей смотреть чтобы сова не уничтожила их когда заходите на голубяки то можно сначала закрыть леток чтобы вора там застегнуть если залетела сова и тому на месте поймать и не забыть потом открыть лишь какая забота оставленный кот называется белый где ночует там чем питается он так и не дался в руки одичал совсем пропадал по неделям степи так что это новости да новости новости на коте никита вчера ответил у никиты тоже там есть компьютер не компьютер это планшет так видимо называется он пишет мне тоже это я никите писал мир вам романа малыша загрузили хорошо кроме тыквы картошки гороха и еще в нагрузку я дал мешок морковки это от матушки за мои труды и свеклы с пол мешка погреб плотно закрыт соломой крышкой голуби под контролем сдохло еще три два небольших прямо в гнезде у голубята и один крупнее лежал прямо на полу без признаков насильственной смерти еда который приносили белому осталось нетронута заледенела ночует ли там не знаем настроение хорошее бодрое варнаул вернусь сразу после возвращения виктора хозяина виктора савченко брату что ли тут выехал он никиту учат там на тракторе ездить и может быть даже от него и помощь какая-то видите какой он это то неизвестно еще с никитой вот известно и главное вчера событие было приехал батюшка барнаул отец аким где он там месяц был что о себе расскажет не знает тут сегодня у нас уже шестое ходит что у нас сегодня воскресенье собрание годовое будет ну и показать наши ресурсы вот это ресурс называется мой мир и вот такая страница события дня сегодня поставлены как найти истину будь ко кресту со всякой покорностью вот уже три выставили а их 5 каждый день вот я их выставляю в youtube а потом переношу мой мир вот тут я в шапке без голубя и тут можно легко писать вопрос задать что есть дальше очень хорошо у нас есть форум во свете библии все называется во свете библии открытым оком вот они где сидят еще это мои хорошенькие пришли она около мамки буско сколько сегодня градусов холодно улице ну холодно холодно кушать не носить а то на чердаке там мышей гоняют но и наш youtube вот он не тут только что выставил пять роликов опять что-то 29 со всякой покорностью 32 как беседовать с мусульманами вот пять роликов выставил сегодня и большой ресурс у нас сайт называется во свете библии вот пошли мои помощники но тут самое ценное это вопросы и ответы вот события прошедшего дня ну что тут все время работы отвечаю на вопросы целый день каждый день кормить кошек на улице собак полпа и на улице еще кот привязался вчера какой-то пришлось кормить околах такой ухты это больше метра прыгнула видел ну на этом все все события событий других у нас не было все живы здорово благословением господним хвалимся бог нас сохранил поставил сегодня слушать 30 минут больше часа и тут почти 24 это уже два часа два часа вот еще на час десять три часа с половиной вот сегодня выставил пять роликов продолжить чтобы просмотреть их нужно три с половиной часа ну кто посмотрит то что-то один может быть но есть такие которые все просматривают вот что удивительно и об этом прямо пишут богу нашему слава во веки веков аминь